Код неисправности OBD2 Техническое описание, неисправность цепи датчика положения управления турбонаддувом и квот, B и квот, что это означает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к автомобилям, оборудованным OBD2 и имеющим турбокомпрессор, Ford, GMS, Chevrolet, Hyundai, Dodge, Toyota и т.д. Несмотря на общий характер, конкретные шаги по ремонту могут отличаться в зависимости от марки, модели, этот код неисправности обычно применяется ко всем двигателям с турбонаддувом, оснащенным OBD2, но чаще встречается в некоторых автомобилях Hyundai и Kia. Датчик положения управления турбонаддувом, TBS-PS, преобразует давление турбонаддува в электрический сигнал для модуля управления трансмиссией, PSM. Датчик положения управления турбонаддувом, TBS-PS, предоставляет дополнительную информацию о давлении турбонаддува в модуль управления трансмиссией или PSM. эта информация обычно используется для точной настройки количества наддува, обеспечиваемого двигателю турбонагнетателем, датчик давления наддува предоставляет PSM остальную информацию, необходимую для расчета давления наддува, каждый раз, когда возникает электрическая проблема с TBSPS, в зависимости от того, как производитель хочет идентифицировать неисправность, PSM установит код P2590, этот код считается неисправностью только электрической цепи, он также проверяет сигнал напряжения от датчика TBSPS, чтобы определить, верен ли он при первоначальном выключении двигателя, этот код мог быть установлен из-за механических, обычно ограничения противодавления выхлопных газов, впуска, или электрических, цепь датчика давления наддува, датчика положения управления наддува, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа датчика и цветов проводов к датчику, Обратитесь к руководству по ремонту конкретного автомобиля, чтобы определить, какой датчик, B, у вашего конкретного автомобиля, соответствующие коды цепей датчика положения управления наддува турбокомпрессора, B, P2587 Датчик положения управления наддува турбокомпрессора, B, диапазон, рабочие характеристики цепи, P2588 Датчик положения управления наддува турбокомпрессора, B, низкий уровень сигнала, P2589 Управление наддува турбокомпрессора Симптомы высокого уровня в цепи датчика положения, B, симптомы кода P2590 могут включать, горит индикатор неисправности, плохая работа, неуверенность во время ускорения, снижение расхода топлива Возможные причины установки этого кода Обрыв в сигнальной цепи к датчику TBSPS Наиболее вероятно Короткое замыкание на напряжение в сигнальной цепи датчика TBSPS Короткое замыкание на массу в сигнальной цепи к датчику TBSPS Обрыв в цепи питания или заземления в TBSPS Датчик, скорее всего, неисправный датчик TBSPS Возможный неисправный PSM Маловероятные процедуры диагностики и ремонта Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания TBSPS для вашего конкретного автомобиля Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем И может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики Затем найдите датчик TBSPS на вашем конкретном автомобиле Этот датчик обычно ввинчивается или прикручивается непосредственно к корпусу турбокомпрессора После обнаружения визуально осмотрите разъем и проводку Ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик Разъедините разъем и внимательно осмотрите клеммы Металлические детали внутри разъема Посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной Дайте высохнуть и нанесите электротехническую смазку на контактные площадки Если у вас есть диагностический прибор, удалите диагностические коды неисправности из памяти и посмотрите, вернется ли код P2590 Если это не так, скорее всего, проблема связана с подключением Если код P2590 действительно возвращается, убедитесь, что у вас хорошее давление турбонаддува Проверив с помощью механического манометра, ознакомьтесь со спецификациями производителя вашего автомобиля Если давление наддува не проходит, определите основную проблему для низкого давления наддува Возможные ограничения выхлопа, проблема с перепускным клапаном, неисправный турбокомпрессор, утечки на впуске и т.д Очистите коды и повторите тестирование, если P2590 сейчас нет, значит, проблема была механической Если код P2590 действительно вернется, нам нужно будет протестировать датчик TBSPS и связанные с ним цепи При выключенном ключе отсоедините электрический разъем на датчике TBSPS Подсоедините черный провод цифрового вольтметра к клемме заземления на разъеме жгута проводов датчика TBSPS Подключите красный провод цифрового вольтметра к клемме питания на разъеме жгута проводов датчика TBSPS Выключите двигатель Проверить спецификации производителя Вольтметр должен показывать либо 12 вольт, либо 5 вольт В противном случае устраните разрыв в проводке в проводе питания или заземлении или замените PSM, если предыдущий тест пройден, нам нужно будет проверить сигнальный провод. Не снимая разъема, переместите красный провод вольтметра от клеммы провода питания к клемме сигнального провода. Да теперь вольтметр должен показывать 5 вольт если нет, устраните разрыв в сигнальном проводе или замените PSM, если все предыдущие тесты пройдены, и вы продолжаете получать P2590, это, скорее всего, будет указывать на неисправный датчик TBSPS, хотя отказавший PSM не может быть исключен до тех пор, пока датчик TBSPS не будет заменен, если вы не уверены, обратитесь за помощью к квалифицированному автомобильному диагносту, для правильной установки PSM должны быть запрещены. Программированы или откалиброваны для автомобиля.